Переход АКВРАСТЕХ завершится в 2020 году. 14 мая 2019 года Интерфакс АВН. Переход АКВРАСТЕХ завершится в 2020 году. Стенд ПАОАК на выставке. Эндридефенс. 2018 в Джакарте. Источник изображения – пресс-служба ПАОАК. Обновленному менеджменту предстоит выстроить по новым стандартам работу авиастроительной корпорации. Москва. 13 мая. Интерфакс-процесс перехода объединенной авиастроительной корпорации в Ростех только начался, обновленный менеджмент должен решить ряд проблем, сообщил Интерфаксу представитель госкорпорации. ОАК находится в процессе передачи под управление Ростеха. Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году. Задача Ростеха и обновленного менеджмента решить проблемные вопросы, которых в РОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, заявили в Ростехе, комментируя утверждение нового состава Совета директоров. Ранее сообщалось, что новым председателем Совета директоров РОАК избран индустриальный директор авиационного кластера Ростеха, бывший министр обороны РФ Анатолий Сюрдюков. Решение принято Советом директоров на заседании 8 мая. Сам Совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд Совет директоров РОАК возглавлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как сообщалось, в новый состав Совета вошли 13 человек, в том числе 6 топ-менеджеров Ростеха, директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Литина, директор по реализации госпрограмм Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптиев и гендиректор Рособоронэкспорта, на 100% принадлежит Ростеху Александр Михеев. Кроме того, место в Совете сохранила точка Сюрдюков. Также в Совет вошли замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. Переизбранный в Совет президента Ак Юрий Слюсарь, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик и президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор связи инвеста Евгений Юльченко. Все новые члены Совета директоров ОАГ, согласно ранее опубликованным материалам, выдвигались от Ростеха. До этого всех кандидатов предлагало правительство, но в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акцию ОАГ, находящейся в федеральной собственности, через расимущество. Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать основные научно-производственные мощности в области авиастроения. Покинули Совет по итогам внеочередного собрания акционеров 7 человек, Д.Мантуров, курирующий ОПЭК, а вице-премьер Юрий Борисов, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора Роскосмоса Иван Харченко, замглавы Минэкономразвития Михаил Растригин, советник главы ОАГ по науке и технологиям Борис Алешин и главный исполнительный директор ВТБ Капитал Управления Активами Владимир Потапов. Право на данный материал принадлежат Интерфакс АВН. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.